22 июня 1941 года Бабушка Романова Александра оказалась лицом к лицу со злой силой фашизма. Отец ушел на фронт. Мама рано утром уходила на работу и возвращалась поздно ночью. Маму прабабушки осталась одна с тремя детьми на руках. Колей, Юрой и Александрой. Александра родилась совсем незадолго до начала войны. 19 марта 1936 года Несмотря на то, что Александре было всего лишь 5 лет, она вместе со своей мамой ходила на работу, чтобы заработать больше трудодней, а потом получить на них сено и зерно. Это время для малышей было очень трудное из-за нехватки витаминов. Летом было легче, питались ягодами и грибами. Зимой, весной и осенью выкапывали морзлую картошку из-под снега. Мои прабабушки начались проблемы со здоровьем, которые напоминали ей до последних дней жизни и не поддавались лечению. Зато испытания той эпохи закалили ее характер. Она всегда знала, что она хочет получить от жизни и добивалась поставленной собой цели. Моя прабабушка, дитя войны, ей не повезло поиграть в хорошие игрушки, а довелось почувствовать голод, холод, потерю своих родственников. Моей прабабушке повезло больше, чем многим детям. Она дождалась конца войны и увидела своего отца Романова Данила Ивановича. Он выжил и вернулся к ней. Моя прабабушка прожила долгую счастливую жизнь, создала семью и оставила след из своих детей, внуков. К сожалению, моя прабабушка уже ушла из жизни. Мы должны радоваться, что у нас над головой мирное небо. Мы не слышим звуков пролетающих военных самолетов. Мы не боимся взрывов. Мы можем наслаждаться жизнью, спокойно играть в свои любимые игрушки. На этом вся полезная информация про мою прабабушку Романову Александр. Ну а с вами была я, актриса-влогер и телеведущая, всегда ваша мисс Кира, Кира Кутеева. Пока-пока, до новых встреч.